К Юрию Полякову подошла одна из тех жительниц Анапы, что приезжает в город от сезона к сезону. Взгляд со стороны зацепился за лавочки. Есть среди них требующие ремонта или замены. У нас есть такой момент. За период межсезонья вандалы, негодяи разбивают, царапают, вырезают на них что-то. Потом идет подготовка к курортному сезону, поэтому мы сегодня здесь и находимся, посмотрим. Спуск от парка отеля на Нижнюю набережную еще недавно был заставлен ролетами и сопутствующими рынку атрибутами. Торговцев в буквальном смысле разогнали. В таком обычном для себя виде лестница должна оставаться весь сезон. Контролировать это глава города требует от управления торговлей и муниципального контроля. И даже намек на незаконную деятельность надо вовремя видеть и пресекать. Здесь была такая же клумба, как и там. Что это она вдруг стала забетонирована? Давай сюда в Артаваняна вызывай, пусть расскажут, что это за бетонная площадка. Завтра тут будут отторговать на этой площадке, как обычно. В благе намерения, оформленные в такую прочную основу, верятся с трудом. Бетона здесь не должно быть. Вопросов нету. Придумайте любой вариант. Есть поликарбонаты, что угодно. Красиво сделайте, малую форму поставьте. Вот этого здесь не должно быть. Потому что здесь появится точка. Это 200%. Да ну, что вы рассказываете. Точно так, как не было здесь ралет же. Их раньше не было, потом они почему-то появились. Поэтому давайте, примите нормальное решение, а для себя, чтобы этого не было. Готовиться к сезону начали и собственники объектов, расположенных на Нижней набережной. Глава также поручил проконтролировать все работы, что здесь ведутся, чтобы самостоятельность не переросла в самодеятельность, а на аллее в парке восстановить все вытоптанные газоны. Ремстрою. Вот это все выбить и посадить тут дерево или елку. И вот это же был куст, его тихо-тихо выпиливают, выпиливают. А выпиливают, потом тут появится холодильник. Общая задача ясна. Места отдыха должны оставаться таковыми, а торговая деятельность ограничена до минимума.